всем привет дорогие друзья с вами крымский влог и я артем лавриненко это наша очередная прогулка по крыму и сегодня мы с вами отправляемся на южный берег нашего полуострова мы сегодня с вами будем винном парке где посетим ежегодный фестиваль вина в общем как всегда будет интересно и полезно но пока не началось это видео обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк и напишите свой самый пламенный комментарий а также подписывайтесь на телеграм-канал потому что там все самое интересное про наш любимый крым и город-герой севастополь ссылка в описании под этим роликом а также для тех кто не хочет смотреть видео с випе нам на ю тубе предлагаю подписаться на сообщество века там есть предложить приложение для ваших телевизоров 4к где можно смотреть на телевизоре ссылка точно также находится в описании под этим роликом ну что ж друзья приятные нам прогулки начинает начинается наша сегодняшняя прогулка и начинаем мы и сегодня с новой обзорной площадке которая находится в поселке понизовка и соответственно над отелем мрия ну естественно отель мрия был инициатором и естественно строителем этой новой смотровой площадке во-первых обратите внимание на фаросский кант замечательный который просто фантастически вписывается во всю картину также здесь небольшой карман сделали парковку замечательную и сделали кафе с названием панорама естественно который говорит нам о том что здесь открывается шикарная панорама на южный южный берег крыма также конечно же здесь облагородили полностью территорию какие-то поставили качели с красивым видом поставили оливки наверняка которые тоже привезли сюда из израиля как и винный парк ну а также посадили здесь несколько видов хвойных растений и собственно лиственных а также здесь находится остановка мрия то есть автобус сюда прям доезжать можно сюда доехать кафе панорама можно заглянуть внутрь посмотреть как там все устроено надеюсь я никому не помешаю никто не обидится вот видите здесь такого плана кафе где можно попить кофе и съесть что-то сладкое вот так все выглядит и не посмотрите здесь такого открытого типа терраса где конечно же можно выйти и просто посесть за столиком шикарным видом вот так раз и отсюда открывается вид на винный парк где уже кстати идет полным ходом фестиваль ну и конечно же с правой стороны находится тот самый отель мрия я приехал сюда на ежегодный винный фестиваль на котором я кстати буду впервые друзья я до этого бывал уже винном парке и вам его показывал несколько раз но на самом фестивале мне не доводилось быть давайте немножечко увеличу вот ведь как раз на этом кольце народ собрался и веселиться сейчас мы туда спустимся поближе и рассмотрим все воочию что там происходит огромная башня больше 50 метров где кстати проходит дегустация вин огромный виноградник посмотрите огромный то есть мрия выращивает свой виноград из которого делает свое вино виноградник посадили в двадцать первом году в том же году собственно и открыли винный парк и еще одна главная достопримечательность которая появилась в этом году это маяк сейчас тоже по интернету гуляет много фотографий с этим маяком но действительно маяк интересный и если туда пройти то фотографии получаются просто замечательные особенно с видом на фороский кант ну и конечно же отель мрия можно ругать его можно говорить что он сильно дорогой но он у нас такой один 2 секунды и мы на территории фестиваля винного фестиваля который кстати раньше брала инициативу свои руки золотая балка и проводила его на своей территории были просто замечательные фестивали приезжали большие звезды ленинград приезжал агутин я не знаю в тот момент вообще на том фестивале кстати полюбил творчество леонида гудин раньше как-то его особо недооценивал и не слушал но тогда не помню что за год был 20 или 21 он тогда просто порвал порвал всех зрителей так день поставили сцену это место очень красиво на фоне форосского канта поставили пуфики для отдыха и здесь целый день я так понимаю играют музыканты играют разные бенды которые просто поют кавер песни пойдем дальше друзья также здесь по кругу поставили столики и организовали food court с этой стороны наливают алкогольные напитки алкогольные коктейльчики делают с этой стороны ребята делают бургеры смотрите какая красота я обожаю на самом деле эти круглые мангалы всегда на них выглядит все очень эффектно и очень красиво пойдем сюда посмотрим сырочка ой друзья согласитесь очень аппетитно прям под колечком проходит ярмарка мастеров сейчас посмотрим что ребята здесь предлагают из своих продуктов ну конечно же всегда сыр очень красиво это севастопольская сыра варня посмотрим дальше здрасте а что это вас кто-кто елки вот это вы заморочились вкус надо соленый вкус а это с чем было так аджика сейчас я начал искать аджику него очень вкусно а где можно найти вас где представлена ваша линейка можете просто показать вашу визитку все класс спасибо большое пойдем дальше посмотрим крымский влог канал заходите реклама бесплатно может только что я сделали напишите мне в телеграме где да пожалуйста так а у вас чё выглядит вкусно очень а как вы называетесь все свиного парка так понятно так у девочек овечий сыр да и козий можно попробовать да а где звучит тут еще надо попасть а это какой овечка и коровка да вкусно ателье молочной культуры феодора сырные трюфели из байдарской долины красиво выглядит сколько стоит коробочка такая 620 рублей сколько там грамм хорошо сырные трюфели вот ребят пожалуйста а где находитесь байдарской долине в этом старине 1 а барлина что так грецкий это продажа грецких орехов вкусный шоколадом со всеми штуками про них я слышал кстати а можно попробовать до орешек класс класс сегодня на пробуешь а это с чем был молочный шоколад и малина очень вкусно он крымская лаванда крымский орех выращенная здесь вот этими руками а ну еще раз их покажите настоящие крымские руки крымского трудяги я спасибо большое очень вкусно слышал за вашу компанию очень нравится успехово тоже сыр какой-то красивый аж вот это базилик базилик лаванда виноградный сок чернила каракатица ничоси сколько стоит такой кусочек 600 рублей стоит кусочек любой из этих класс красиво прям на подарочек а это что за сыр я вот от баночки очень красиво так наш дым или дым наш как правильно говорить дым наш я понял это отсылка крым наш да вот отличный классный лозунг что мясо делайте отлично можно попробовать это колбаса куриная все больше ничего обычно что еще бывает обычно механическая балки каких-нибудь куча консервантов запустителей вкуса как они же правильно которые вызывают аппетит такая есть забавка когда ты ешь ешь и не можешь наесться вот это не про нас бутерброд съел и наел сколько желающих на колбасу да ладно ребят успехов вам хорошего дня до свидания опять сыр сыра в крыму видите очень много вы тоже с крыма да красиво вас там а где именно знаю да попробуем тогда попробуем наш фирменный сыр который называется золото крыма золото крыма 15 месяцев выдержки 8 месяцев из них сыр натирается с натуральной настойкой да да он прям нежный такой прям растаял во рту он выглядит как будто твердый но внутри тает очень вкусно очень вкусно как называетесь как называетесь вы как называетесь сыроварня с миром за сыром отлично да а это за ручки премьер это это 2 года выдержка попробуем сыр сыра это как это ручки премьер премьер а что за привкус у него какой то интересный не могу понять очень вкусно и вы очень красивая кстати спасибо вам большое успехов вам ребят так пойдем так тут у нас а что предлагаете мы продаем соль десерты соль и комбуча очень крутые мед суфле попробуйте да нажужжали очень интересное название это такие штучки это мед в сотах вообще прикол очень вкусно не ну выглядит очень презентабельно очень красиво да а что это лимонад там круче сейчас я мед попробую да давайте там рассказали как мед делать в суфле вот так в ступе нет в суфле я буду в ступе так а я буду морскую медную соль тоже еду да да а вы откуда мы Исаак да о о я тоже Исаак поселок карьерное о карьерное господи земляки мои так где мой лимонад так а можно рассказать сначала можно это камбуча это ферментированный напиток на основе меда и зеленого чая это очень полезно и вкусно это замена лимонадом и энергетиком лимонад и энергетикой отлично вкусно и все пейте да и забудьте о том что оно полезно все со мной сделаешь а но без алкоголя вовремя я спросил сначала глотнул потом спросил спасибо спасибо вам очень хорошего продажа звоните Валдерис мы рядом вкус кстати друзья очень необычный ну на самом деле это полностью натуральное сырье и продукт ферментации немножко похож на квас да ну на самом деле это история чайного гриба откуда история чайного гриба это чайный гриб вот точно очень вкусно ладно удачи вам спасибо до свидания обязательно так тут что-то изыски какие-то и девчата красивые так что за песня у вас улитки у них улитки настоящие виноградные огромные улитки да сейчас мы прорвемся хорошо сколько людей желающих спасибо большое девчатам некогда так пойдем что скучаем что предлагаете безалкогольный напиток безалкогольный напиток как называется полиес еще раз полиес да энергия здоровья в конце энергия здоровья а из чего он делается виноград он безалкогольный прекрасно чистый виноград наш крымский или привозной а где делаете где ферма находится или винодельно в симферополе хорошо первый раз такое слушаю а где выставляетесь где продают где продукцию можно вашу найти валдериз на валдериз по названию можно найти да спасибо так мама дема накладывает улиточек красота все ладно улитки дорого улитками не угощают так здесь у нас проходит мастер-класс все те кто не научились в школе шить и вязать учатся здесь а тут ребята делают изделия из кожи все совмещают а что вы делаете? вот такие штуки а куда их потом? портал ставил на полечу и пошел за свободную работу это короче типа сейчас можно себе сделать и потом весь вечер гулять класс класс вот это бомба присаживайтесь так пойдем дальше посмотрим аккуратно посмотрим что здесь еще так друзья прогулка у нас затягивается но она очень интересная на самом деле мне кажется так ребята что-то постукивают с детками бокальчик выстукивают это типа картины из гвоздей да? класс класс ну вот так ну что дома некогда этим заниматься а здесь все организовано так тут ребят керамику какую-то красивую продают люблю котиков и винишко класс коты наши все вино и море брать так кожные изделия кошелечки брелочки бижутерия смотрите девочки все расхватают косметика натуральная мыл еще бижутерия еще бижутерия вот смотрите как красиво совмещают кожу и вязание и всякие вещи очень интересные сумка классная и вот эта классная со слоником тоже вино вот так здесь мед здесь у ребят сладости сладости и страсти и сладости и солености про петроли сами делаете это ваш телефончик да? а где делаете? где работаете? в Симферополь на заказ делаете тортики это не тортики это зефир а на чем специализируетесь то вообще? я кондитер больше 30 лет ну зефир красивый а что по тортикам? свадебные на день рождения любые картинку закидываем вайбер, ватсап, телеграм и вы выполняете вообще любой сложности в принципе да понял спасибо большое о, попробовать можно? конечно а что пробуем? зефир с сахаром, без сахара с сахаром давайте? это кофейный, это дынный хочу кофейный зефир с кофе прям с молотым? или вот это? или на скафе? это кофе? нет альянский молотый кофе это с дыней нет, вкусно с ножа нельзя а я же ни с ножа не даю я даю не даю я думал вы мне предлагаете на дыня вкусная очень это лаванда кофе чуть-чуть не хватает мне кажется надо чуть больше его как на вкус ну дыня прям бомба дыня прям то что надо это лаванда да и лаванда вкусная да? с сухим или? с сухим? любым пойдем как зовут вас? Светлана с красным или с розовым а это дынки с сахаром договорились спасибо вам огромное успехов вам до свидания вот так друзья а это вся ярмарка, да? или там еще есть? там вино а, еще вино наверху оу, класс так, это было только только разбежались мы сейчас наверх пойдем посмотрим что там по вину предлагают потому что насколько я помню производителей вина было очень много заявлено здесь и не только крымские я видел что ребята из Геленджика были сейчас поднимемся посмотрим ну а пока посмотрим на эту красоту здесь кстати есть свой винный магазин вот он находится здесь там есть робот винодел а сейчас мы внутрь зайдем дверь не здесь так заходим вот он винный магазин друзья здесь есть винный робот сомелье который привозит вино заказывайте бокальчик и он вам привозит также здесь конечно же там огромная винотека заказывает привез винишко бокальчик девушка счастливая вот короче там есть монитор типа планшета где можно собственно выбрать и заказать 100 грамм вина которого ты хочешь но вот собственно винотека огромная винотека где представлены вина не только винного парка но и собственно других крымских производителей такая красивая огромная стена с бутылочками здесь выставлено немножко друзья отвлечемся я вам однажды обещал когда посещал винный парк посетить башню которая больше 50 метров находится вот там на горизонте прошлый раз у меня это не получилось а сегодня мы с вами туда отправимся кое-как просто девочка эмилия посевая большое выдала мне билетик за 800 рублей на 17 00 мы с вами пойдем сижу жду гида вот ребята отправляются на экскурсии по винодельни людей очень много желающих ее посетить идем пока к башне друзья оказывается здесь наверху проходит дегустация вин и она была платная так как я не пью то я соответственно вино имею ввиду то я и не брал себе билетик на дегустацию вин я брал просто на посещение винного парка колечко выглядит просто фантастически особенно в солнечную погоду красота и вот там как раз проходит дегустация мы обязательно туда пойдем несмотря на то что у меня нет билета я все равно туда пойду и покажу вам как все происходит но после подъема на башню подходим уже к башне если не ошибаюсь она по-моему 53 метра могу ошибаться плаваю в цифрах постоянно достаточно высокая и выделяется видно ее практически со всего южного бережного шоссе многие столбом называют таким но это видовая площадка где можно красиво выпить вина организовать свидание да и просто поглазеть на местные красоты все приехали репортаж не закончил это десятый этаж видно виноградники но это еще не все основная красота находится на два этажа выше пойдем очень узко как будто бы в каком-то маяке здесь еще одно окно с видом на море насколько я знаю здесь действительно проводят дегустации все выше только крыша и здесь панорама просто огромный стеклянный куб эти здесь специальные столики где можно дегустировать вину слушайте немножечко страшновато даже находиться здесь еще и музыкальное сопровождение такое интересное тут еще один блогер рядом со мной надиктовывает да нет друзья виды конечно просто фантастически однозначно 800 рублей стоили того класс просто класс так поближе сделаю внизу находятся виноградники внизу находятся домики кстати я почему-то раньше их не замечал что у нас окружая поговорили с этой стороны море и остаток колечка очень светит яркое солнце жило на самом деле делать таким солнцем фотография друзья поэтому всем вам рекомендую если будете посюда подниматься то старайтесь приезжать сюда утром когда солнце будет вот с той стороны на крымские горы будет просто замечательный вид и будет хорошо видно отель мария поднимают сюда по 17 человек нет 16 мне добавили 17 потому что я очень очень сильно и очень настойчиво просил но я не жалею вид здесь действительно шикарный спускаемся вниз вышел в башне друзья и на самом деле мы с вами попали на запрещенную территорию кассу куда мне нельзя было как я уже говорил билет на дегустацию я не брал мой билет стоил 1260 рублей по промокоду здесь у ребят был немножечко дороже что-то там на процентов 30 или 40 наверное вот но все равно сейчас посмотрим чем ребята здесь занимаются на чем они тут занимаются пьют вино пьют вино просто бесстыдно пьют вино но с таким шикарным видом я думаю вино льется как вода посмотрим огромная территория очень много людей я так и думал что в принципе вся вот эта очередь я видел эту толпу помните сверху когда мы с вами были на ресторане панорама я так и думал что все эти люди стоят на дегустацию вин огромная очередь пойдем вперед кстати а вот и давайте отсюда я вам покажу как выглядит вот этот вот ресторан панорама и его обзорная площадка видите она прям на краешке с ли я сделано так тут ребята видимо сыр раздавали очередь небольшая вся очередь конечно же на вене какие красивые все так пойдем посмотрим так вот это же видимо часть закончилась вина осталось только где-то вот в той стороне там прям народа очень много как-то вообще не прикольно вот так стоит в очереди за бокалом вина я по крайней мере если бы хотел вина то я бы наверное спустился бы винотеку и взял себе у того робота не ждал бы вот это вот выбивал бы себе место это вот так надо выбить себе бокал вина да можно сказать прям упорно там выстоять очередь успехов вам тут тоже вон смотрите без боя просто не взять этот бокал новую бутылочку открывают и понеслась до снимаю как вы боретесь за этот бокал вина с каким трудом да я вижу там просто скоро вольная борьба начнется страшно так не я ухожу отсюда по моему друзья это чет не топово ну я не знаю ну мне кажется должно быть все как-то организовано и не должно быть вот этих очередей толпучки люди должны культурно подходить и брать бокальчик вина когда-то за него борешься ну шо это за традиции питья не знаю столько мест посмотрите сколько здесь в принципе могло бы стоять вот этих людей с вином которые бы разливали а тут ребята очереди нет почему-то а так они ничего не разливают так какие молодцы все красивые вот еще одна очередь где просто люди рвутся к вину очередь очередь если с этой стороны посмотреть пафос диван савиньон вам откуда это вино краснодарский край вот так друзья хочешь вина борись выживает как говорится сильнейший нет пьяным пьянее сильнейший вот так вот короче не знаю мне такое не подходит поэтому пойдем дальше гулять по винному парку пройдемся к виноградникам не устану говорить о его красоте этого парка друзья но сейчас мы с вами погуляем по виноградникам и конечно же немножко расскажу вам историю давайте вообще начнем с того что парк очень большой и занимает площадь 30 гектар один только виноградник занимает почти 8 гектар еще два с половиной гектара территория винодельни а как рассказывают сотрудники мри идея винного парка появилась сразу после открытия конечно же гостиницы мрия собственно ее быстро начали воплощать в жизнь конечно некоторое время потребовалось ибо проект представляет более чем дорогим и трудоемким общая смета составила 4 миллиарда рублей друзья такую цифру даже не хочется громко произносить для его реализации были приглашены высококлассные специалисты причем как местные так и и из-за границы самым главным наверно таким строителем был ширина наканы из японии хорошо известен в крыму благодаря работе над японскими садами мрии и парка эйвазовский это такой человек который специализируется над японскими садами у нас их корму 2 очень красивая капля не знаю несколько раз я фотографировал всегда очень сильно впечатляю и вот это вот конечно же зеленая поляна внизу но мы с вами идем к оливкам к оливкам и собственно к виноградникам перечень необходимых работ включал строительство этого парка не только возведение зеркального моста бетонной башни на которой мы с вами были образцов винзавода с особой технологии производства кстати на котором я еще не был друзья поэтому думаю следующий раз будет еще еще повод приехать сюда приедет приехать но также конечно же посадка собственных виноградников а самое главное это транспортировка оливок кстати оливковых деревьев наверно так будет правильно и транспортировали их друзья из израиля виноградный виноградники парка были заложены в 2018 году я кстати сверху когда был сказал 2021 но нет немножко раньше на три года и закладывали конечно же с особыми технологиями к делу привлекали знатоков из разных стран ну и крыма тоже сорта использовались тоже разного происхождения но их особо отбирали с оглядкой на природность крымским условиям на пригодность слышали мужчина отрыжку сделал как такое может быть видит что я снимаю вот они друзья оливки здесь причем смотрите даже уже есть плоды кстати скоро будут наверное ежегодные здесь мриль проходят дни крымского виноделья и возможно тоже опять сделают какой-то билет дешевый потому что было такое время что на посещение парка стоило 1 рубль друзья один вот мы с вами крат идем по оливковой лень а виноград уже поспел друзья посмотрите какая красота кто угадает сорт обязательно пишите в комментариях но мне кажется что это какая-то изабелла очень красивый виноградники ухоженные не сорнячка ничего все пострижено посмотрите как он ровненький классный и где он находится просто среди гор поговаривают что эти оливки очень взрослые и вот самому большому дереву 1300 лет я не представляю как его выкопали где-то в израиле и привезли сюда но на самом деле очень огромное видно что пережил очень много времени но представьте 1300 лет мне даже не верится вот я произношу эту цифру я представляю насколько это много друзья посмотрите на него как будто бы целая история но на самом деле она здесь самое большое находится прям в центре всей аллеи как самый главный сторожила этого виноградника потихонечку через виноградник через оливковую аллею мы с вами переходим в зону которую я называю зоны арт-объектов не знаю как по-другому но это такая территория парка где находятся всякие интересные арт-объекты выполнены абсолютно разными художниками и скульпторами из разных стран мира спускаемся на парящий мост и как видите дело уже близится к закату он здесь немножко раньше чем все остопали потому что солнышко падает за горы но кстати еще немножко времени и солнышко будет заходить в море потому что в октябре уже как раз будет закат прям настоящий потому что для южного берега это конечно же друзья диковинка особенно в летнее время когда солнце прячется за горы так ну что мы заходим на парящий мост с правой стороны открывается вид на пляже мрии на водопад с лягушками и с беженцами вот так называется арт-объект многие задают вопрос почему но выглядит он достаточно симпатично и слушайте я кстати не помню раньше у них были трусы или нет по моему они были голенькие сейчас их как будто бы принарядили там идет еще дальше куда-то строительство смотрите берега то ли мрия расширяется то ли что посмотрите прям куда-то вдаль стройка уходит ну и вот сам пляж здесь еще с правой стороны бассейн кстати бассейна по моему раньше не было по моему появился здесь недавно там даже кто-то купается из деток ну идем дальше по парящему мосту здесь конечно же прозрачное стекло но самое главное открытие этого года и это конечно же маяк жалко что нельзя к нему подойти поближе это только если посещать отель мрия тогда можно будет пройти к маяку маяк выглядит очень симпатично смотрите он прям сделан в каком-то таком стиле 18 века строгом стандартном почка все и по всей видимости там находится винтовая лестница под ним конечно же традиционно лежат валуны и триподы для того чтобы не разбивался берег и кстати маяк делали достаточно долго я не знаю пару лет точно я наблюдал что его здесь делали также еще облагородили эту часть набережной ведь посадили пальмы там сделали волейбольную площадку ребята играют спортивная площадка красиво но все лучших традициях мрии и здесь уже видите стоят в яхты это специально сделано такая заводь для того чтобы здесь парковались яхты никогда не ходил в эту сторону здесь оказывается смотрите такой переходной мост в виде крымского моста но это сам отель дальше когда посещаешь территорию винного парка конечно же на территорию отеля заходить нельзя здесь небольшая аллея с розочками и водопад среди оливок сидят вот такие вот ребята похожи на ширинаканы рыбаки рыбачат и еще здесь замечательный фонтан девочка-балерина помимо виноградника и оливок здесь еще есть фруктовый сад огромный фруктовый сад и насколько помню однажды здесь даже разрешили людям собирать фрукты ну и в принципе и кушать допустим здесь есть абрикос огромное количество деревьев граната друзья только посмотрите на эту красоту настоящий гранат выросший в крыму когда-то для меня это была диковинка пока я в севастополе у кого-то во дворе не увидел посмотрите посмотрите на этих красавчиков красных они конечно не такого размера как мы привыкли видеть на прилавках ведь вот он вот такой но все равно достаточно дима барбарис смотрите только не вижу чё-то плодов это ежевичка у нас я сейчас как этот как огородник знаете ребят как ваш любимый огородник ежевичка абрикоска грушка смотрите какая красота большие груши зеленые так интересно что вот это за кусты с черными ягодами нет названия здесь есть только название деревьев слива смотрите чернослив ее уже видимо собрали тут осталось он несколько там штучек зеленых есть так это у нас что это у нас персик по вседимости персик тоже уже к сожалению собрали но в общем красивый фруктовый сад ой слушайте с той стороны виду просто вижу просто гигантскую айву вау и реально очень круто блин а посмотрите как эти оливки круто выглядят вместе с башней вот кто говорит просто там я не знаю кстати она похожа на виноградный столбик может кстати вот в этом задумка есть башнях смотрите там мне кажется просто килограммовая какая-то айва помимо всего от правой стороны где вам показывал изначально там еще было аллея инжира тут какие-то тоже растения непонятные лимончик вот так выглядит лимончик написано лимон только лимончиков нет или их собрали уже посмотрите друзья на эту огромную айву не знаю кого больше пишите в комментариях так это немножко загнила смотрите вот в моей руке просто вот смотрите тоже ну какая-то она поедена так ну блин я не знаю в принципе я у бабушки раньше когда его урвал и на вся такая была вся была немножко поедена так а это что за деле гула пином герман греф непонятно а маш мула это маш мула друзья огромный красивый фруктовый сад всем блин я тут кстати два раза не было два раза был верни и ни разу сюда не ходил здесь окажется просто красивый сад там прям тяжелые ветки с оливками кстати мрия делает еще и свои оливки так это друзья хурма крымская хурма и ты ты твердо а должна быть мягенькой вот инжир ваш любимый был кстати очень удивлен когда сделал пост про инжиры его прям с удовольствием все от лайкали вот зеленый инжир очень вкусный розовый внутри а это что такое а это прям огромная хурма смотрите это была мелкая это очень большая посмотрите блин очень крутой сад очень блин вот это прям мечта дома у себя такой высадить что вы такие красивые экзотические фруктовые деревья росли вот его завершается сегодняшний день и мы его провожаем вот этим шикарным закатом солнышко уже наполовинку спряталась за гору я даже честно говоря не знаю как она называется но на фоне мрии на фоне виноградников выглядит очень красиво вообще все закаты самые красивые особенно крымские ведь они самые теплые самые родные самые яркие начинается вечерняя программа на горизонте виднеется луна посмотрите какая красивая сегодня все скоро кстати будет полнолуния кушают и сейчас немножечко покажу вам сценах там как раз прозванивают узнают кто собрался пути все заняты начинается вечерняя программа на самом деле возле сцены много людей находится вернее на пуфиках отдыхающих более активно люди начнут двигаться чуть-чуть попозже следующим образом смотрите я вот сейчас вот так проведу концерт на фоне горку моему очень-очень красиво все друзья это прекрасно моменте я с вами уже буду сегодня прощаться очень надеюсь что вам понравилось сегодняшняя прогулка я отправляюсь гулять вы уж меня извините возможно пару кадров посниму еще для телеграма поэтому не забывайте на него подписываться там всегда все самое интересное программе не только все я вас нежно обнимаю до хруста и до встречи в новых роликах всем пока